Всем привет! И мы продолжаем разбирать, что у нас изменилось в Adobe Illustrator CC 2019. Я рассказываю именно про те инструменты, которые коснутся дизайна одежды, которые вам понадобятся. И еще один инструмент. Это не дополнительный инструмент как таковой, а это опция старого инструмента. В Adobe Illustrator поменялись градиенты. И что здесь у нас изменилось, давайте покажу. Поэтому раньше по классической схеме у нас с вами было два градиента. У нас был линейный, у нас был радиальный, а теперь у нас еще добавился так называемый произвольный градиент. Произвольный градиент это когда вы ставите точку и этой точке можете присвоить цвет. Это чем-то напоминает градиент по сетке, только он полегче теперь настраивается. И вы можете вот точечкам присваивать цвет и создавать безумно красивые эффекты. Я вот прям рекомендую. То есть вы ставите точку и с ней работаете. Как это делается? Это вот то, что получается, да, это их новинка. Вот. И видите, теперь вот они даже выскочили, настраиваемые панели инструментов. Вы рисуете объект. Неважно какой. В данном случае я просто нарисовала стандартный круг. Выбираете градиент и переходите в раздел градиенты. Вот у вас есть типы, да, два стандартных и произвольный градиент. Выбираете произвольный градиент. И вот он уже по умолчанию задался, да. Вы теперь можете выбрать точку, задать ей цвет. И при этом, смотрите, когда вы подходите к точке, да, у нее есть радиус. И если за него потянуть, это радиус смешивания, да, насколько этот цвет будет активный. Она есть у каждой точки. И вы можете каждой точке, во-первых, присвоить свой цвет. Во-вторых, эту точку подвигать так, как вы считаете нужным. Видите, цвета будут очень красиво сочетаться. Добавить точку или удалить точку, если она вам не нужна. Я удаляю кнопочкой Delay. Вот. И это новая возможность создания вот таких вот акварельных переливов, работы с цветом. Особенно, если вы создаете какие-то принты, вам нужно что-то такое фееричное, может быть, какой-то фон. Вот этот инструмент, он удобнее. И по моим вот уже пробам, которые я сделала, инструмент намного удобнее, чем градиент по сетке. Прям рекомендую освоить.